АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хамзат Ханукаев Он как раз уже не является дебютантом Одна победа есть у Саида Хамзата 180 см в его рост 22 года, вольная борьба, базовый вид Представители клуба Беркут Грозный, Ченская республика, Россия Да, это первая пара В которой, да, оба соперника Оба бойца не являются дебютантами То есть один из них Саид Хамзат Ханукаев Уже свой дебютный бой на ACB он провел Выиграл решением Насколько я помню Да, это была победа решением И, по-моему, он как раздрался Тоже на Ян Кигглс в Грозном Если мне память не изменяет Вы, кстати, с ним, Сломек, не стояли в парах? Не работали В качестве спарринг-партнеров? К сожалению, нет, Максим, с ним Мне не удавалось стоять в парах Но, насколько мы знаем, это представитель вольной борьбы Сейчас он пока прощупывает соперника Попадает, пропускает в ответ Да, и пропустил, но очень тяжело справа в ответ И тут же левый полуснизу Полу такой прямой В скачке пропустил Также от Магомеда Эминомия Тляева Да, Магомед Эминомия Тляев Он, видимо, представитель Ушу Санда Очень хорошего уровня Максим, оцените его стойку Да, насколько он уверенно стоит Я уже даже по его первым Таким техническим и очень быстрым действиям Технически очень верно выполненным С правой руки он точно попал Тут же полуснизу полупрямой левой рукой Очень великолепное исполнение было Уже могу сказать, что это очень высокое уровня ударник И левый сбор, посмотрите, скачковый Точный такой скользь пролетел Если бы точно прицелился бы То удар бы возымел бы более другой эффект Правый лоу-кик точный, очень жесткий Да, из раза в разу этот быстрый лоу-кик вылетает И очень низко он приходится Неожиданно, то есть ногу подхватить У Сайд Хамзата не получается навстречу Как обычно борцы это делают И, конечно, здесь Вот левый на скачке Попадает Сайд Хамзат Почему-то вот не пытается навязать Свою манеру Максим Сайд Хамзат своему сопернику Снова пропускают лоу Оу, сейчас сам Сайд Хамзат попадает на отходе левым боковым Очень хорошо так попал Да, мне это тоже Вопросы вызывает Действительно, почему он Не навязывает как раз Именно смешанный бой Через стойку перейти в борьбу как раз И качественный там тейкдаун осуществить И как раз за счет этих Элементов Уже выигрывать этот бой Ну, может быть, первый раунд Задача была от угла Он получил задание Попробовать почувствовать Своего оппонента Примерить дистанцию Ощутить ударный бой А потом уже Накладывать свой Значит, свой рисунок в бой Ну, и не будем забывать, Максим То, что борьба Очень энергозатратный Да, вид спорта И вообще эта манера Очень энергозатратна И, видимо, пока Как вы сказали Решил, да Примериться к сопернику Почувствовать его Подвигаться Продышаться Да, да Действительно, вы правы, Асланбек Мы знаем, что Вы уже сказали Еще по ходу первого поединка Что в борьбе Отекают Не только руки В целом Весь организм И Кто не имеет Такого высокого И глубокого навыка Работать как раз После борьбы В стойке Тот, кто вообще Усложняет свою Потенциальную Желаемую победу А сейчас Смотрите, попадания Это были стороны Как раз Магомеда Именно Мия Клиева И очень точные попадания Были С левой и правой руки Очень мощные ноги Обратите внимание Максим У Мия Клиева Быстрые Мощные Хорошо сложены Видно Вот обычно Такой тип бойцов С таким телосложением Они очень хорошо От проходов защищаются В ноги И Может Саэт Хамзат Почувствовал Да, мощь его Может поэтому Пока не спешит Вот удар Посмотрите Как покраснел корпус Саэт Хамзат Очень жестко приложился С левой ноги Просто великолепная работа Какая классная работа Базового Шостендаиста Боец Представляющий Клуб Файтинг и гол Бурт Хасавюрт Великолепно Работает справа Через руку Так как снайпер Он действует Знаете Еще левый Снизу Очень классно И точное попадание было Кстати Очень сейчас здорово И технично И красиво На высокой скорости Это очень крутая работа Как раз Правой ноги Хайкик Выполнен великолепно А его Как раз Именно правую ногу Его оппонент видел И этот удар Готов был защититься Но Настолько высоко С высокой скоростью Разрывал дистанцию Пытался войти В ближний бой В клинч И там может быть И существует бросок Тейкдаун Что сам раскрылся В этот момент Разящий правый В разрез После правой ноги Правая рука Прилетела точно в цель Поэтому Этот прием Конечно Ударный прием Он великолепно Работает именно В бою Если Боец им владеет Потому что Здесь вопрос Владения Как раз Является ключевым Потому что Можно показывать Сколько угодно Этот элемент Но не каждый боится Его может взять Себе в арсенал Понятно Вот возвращаясь К поединку Да Та же картина у нас Продолжает Работать со стойки Двигаться Магомед Эмин Метлиев Саид Хамзат Ханукаев Пока не может Подобраться к сопернику Даже Я бы сказал Не очень Старается это сделать Меня удивляет Саид Хамзат Его базовый вид Вольная борьба Почему Он ничего не предпринимает Вот первый захват Ноги И он должен Просто перевести Посмотрите Как грамотно В этом случае Защищается Базовый шусандаист Как раз Магомед Эмин Миятлиев Великолепно Защищался А вот в этой позиции Как раз Очень удобно Защищаться Магомед Эмином Да Магомед Не будем забывать Что Магомед Эмин Миятлиев Представляет Хасавюрт А мы знаем Что любой спортсмен Который жил Родился в Хасавюрте Он не мог Не ходить на вольную борьбу Так сказать Не заниматься Вольной борьбой Видимо Это тоже Дает свои плоды И вот Первый такдаун Кстати От него Сразу позиция Маунт Да Напомню вам Что Помимо этого Помимо Великолепной школы Вольной борьбы Хасавюрте Все-таки У этого Великолепного Адагестанского Бойца Магомед Эмином Миятлиева Очень классная База Ушу Санда И вот Как вы видели Как он Грамотно Защищался Отдав ногу В стойке Только Классный Ушу Санда И сможет так сделать На самом деле Он не дал По себе Осуществить Тейкдаун Бросок И сам Сконтрил Бросил В контрприеме Саида Хамзата Ханукаева Пожалуйста Добивание Жесткое добивание На самом деле Уровень и класс Вы знаете Выше Вот я Отчетливо могу сказать Магомед Эмином Миятлиева Потому что он дебютант Напомню вам Дорогие друзья Но уровень и класс Выше чем У Саида Хамзата Ханукаева По бою Это видно Добивание конечно Не позавидуй сейчас Ну и плюс Тактически конечно Сломек Нужно нам отметить Тактически Отдал этот бой На самом деле Саид Хамзат Почему он через Ударную позицию Не переходил В тейкдаун Не пытался Осуществить бросок Мне это конечно Вопросы вызывает Да возможно Почувствовал Я не знаю Физическую мощь соперника Возможно Где-то не поверил в себя Но по факту Сейчас в очень Плохом положении Находится Саид Хамзат Принимает очень много Ударов на себя И я думаю Виктор Корнеев Уже задумывается Над тем Чтобы остановить этот бой Вы знаете Тут же я могу Дополнить Что Магомед Эмин Миятлиев Попадает Большинству ударов Все-таки Не совсем точно Они идут в защиту Здесь один удар Пролетел Левый сбок Очень жесткий Вот от него Как раз Что-то скрючило Так Саида Хамзат Халукаева И здесь сложно Ему приходится Он защищается Вы знаете Из последних сил Защищается И не дает Возможность Виктору Корнееву Остановить этот поединок Продолжая двигаться Даже в очень тяжелом положении Находясь Конечно Это говорит о Потрясающем Воинском духе Саида Хамзат Халукаева Но здесь уже Конечно Вообще Какое количество ударов Невероятное количество ударов Прилетает Точно в цель И молоточки Камерфисты И удары сбоку И сверху Гвоздевые удары И при этом контролирует Всегда контролирует Любое движение Саида Хамзата Ханукаева Магомед Амин Миятлиев Насколько же Жесткое добивание Да Проводит Магомед Амин Миятлиев И Наверное Затратил очень много сил Видно Он взял такую Небольшую передышку Удивлен наверное Стойкость Саида Хамзата Ханукаева Стойкость Уж точно В лучших традициях Как говорят И встает Встает Вот это да Вот это Саид Хамзат Ханукаев Невероятный парень Поднимается После такого Избиения В партере Поднимается Стойко И еще Атакует Атакует Этот парень Пытается атаковать По крайней мере Сейчас все промахи С одной и с другой стороны Удивительный характер Конечно Демонстрирует Сейчас Саид Хамзат Ханукаев Представитель клуба Беркут Потрясающий Воинский дух Да Магомед Амин Видно Выложился Затратил энергию Уже не выглядит Таким свежим Оуу И попадает Саид Правый снизу Правый апперкот Был Со стороны Саида Хамзата Ханукаева Очень жестко попал Кстати Правый апперкот В атаке Подсел Функционально Подсел Боец Из-за клуба Fighting Eagle Хасавюрт Потрясающий парень Саид Хамзат Ханукаев Характер Конечно Невероятный Да Выдержать Такое Избиение Конечно Это Нечто Ну Я думаю По этим Двум раундам Вопрос О победителе У нас не стоит Потому что Все было Довольно-таки Очевидно Особенно Во втором Раунде Но Допить Своего соперника Магомед Эмину Метлиеву Не удалось И Есть шанс У Саид Хамзата Переломить После встречи Да Я скажу Еще так же Небольшую информацию Для наших Уважаемых Телезрителей Что На официальном Взвешивании Как раз Вес Собоих бойцов Был такой Магомед Эмина Метлиева 70 Килограммов 200 граммов Ну а Саид Хамзат Ханукаев Показал 70 Килограммов 600 граммов Соответственно На 400 Граммов Был Тяжелее Саид Хамзат Ханукаев Это Совсем Незначительное Конечно же Преимущество Весе Поэтому По большому счету В этом бою Не сказывается Хотя мы знаем Что Эти парни Гоняют Естественно Свои весовые возможности Уж точно И Гоняют С точки зрения Опять же Сгунки Вниз Их реальный вес Я думаю Что на 5-7 Максимум До 10 Килограммов Является Большим Да Ну Это Относительно Визуально Небольшие Легковесы Я скажу Я думаю Могли бы даже Попробовать Согнать На вес Меньше При необходимости Да Потому что Есть Там Действительно С чего Гонять Мне кажется Особенно Саиду Хамзат Ханукаеву Да Навстречу Пропускается Саид Хамзат Джеб Вы сказали Что Очень отточенная И левая рука Да У Магомеда Эмина И правая рука И правая нога Вот это его Правый хайкик Он бьет его Очень классно Обманывая Это такой тайский Удар Ну Он и в ушу Сандаясь Применяется И в кикбоксе Ты показываешь Удар бедром Что движение У тебя будет В области Туловища Мидлкик Ты будешь наносить А ты в этот момент Фехтуешь И наносишь удар Сверху И Магомед Магомедов Пропеллер В свое время Бил этот удар Очень часто И вы знаете Бил великолепно Ну Из клуба Скорпион Известного Великого клуба Где напомню Что одним из слоганов Ключевых Является Главный дух Самый главный дух И действительно Я здесь Тельком полностью согласен Вообще Во всех видах И наборств Которые мы можем Только с вами вспомнить И перечислить Начиная от бокса Зюдо олимпийским Кикбоксом Тайским боксом Смешанными наборствами Конечно Как мне кажется Главный дух Ну здесь как раз таки Максим с духом Все в порядке Мы видим Была небольшая пауза Да Пытались остановить кровь Свет Хамзату Вот если так визуально Посмотреть Не сломан ли нос У Ханукаева Максим Как вам кажется Очень Здесь я не могу Я вам Этот момент Точно сказать Потому что Явно Этот момент Не прослеживается Вот попытка Первой Первая попытка Пройти в ноги Но она была Такая достаточно Не подготовленная Качественная прохода Не получилось Бросок был Больше Предсказуемо Не подготовил он Конечно Все мы знаем Что без удара Проходить Не стоит И с хорошим Соперником Это не проходит Но тем не менее Да Прижимает своего соперника К сетке Поднимает Поднимает И сейчас Вот Не хватает броска А броска-то и нет Как грамотно Управляет собой Управляет своим корпусом И туловищем Конечно же Боец Из клуба Fighting Eagles Магомед Амин Миятлиев Великолепно Он чувствует соперника Великолепно Чувствует Собственный баланс И вот вы знаете Балансом Конечно Управлять Просто превосходно Максим Увидев его ноги Я сразу понял Что этому сопернику Будет очень трудно Пройти в ноги Или свалить его Потому что Вот такое чувство Что такой Приземленный Приземистый что ли Он Магомед Амин Миятлиев Очень хорошо чувствует И знаете У него Вы правы У него такой Видно Уже прочитывается В его стоке Оттяжка назад Корпус Он спокойный И таз назад Убирает И тем самым Он готов Спокойно Тейкдаун Не пропустить по себе И проход В ноги не дать По себе сделать Потому что От защищаться Он готов Великолепно Это видно Что он управляет собой Он очень чувствительный И при этом Очень плотно Стоящий на ногах И великолепно Чувствующий Массу Своего тела И баланс Балансом управляет Он конечно Просто превосходно Максим Максим Вот вам наверное Будет интересно Вот это сравнение Очень потрясающий Различный удар С дальней дистанции Слева и с правой руки Извиняюсь Слонбек Что перебил вас Да вот чем-то Вот в такой манере О пожалуйста Торнадо Попытка Сушить торнадо Правда Знаете Он действовал Сейчас таким Просто я сам Этот удар бил С большим удовольствием Он бил его Через другую сторону И поэтому Мало вероятно Что его вообще Возможно Таким образом пробить Вот если бы он Действовал по кратчайшей А вращался через Ближайшую свою сторону То тогда удар Имел бы эффект Потенциальный Возможность была Попасть Намного выше Справа есть дистанция Да заканчивая Свою мыслью Вот очень напоминает По своей манере Ахмеда Алиева Очень знакомого Да да Конечно Такая оттяжка назад Да вот это вот то самое Да вы правы Ахмед всегда Таз держит чуть-чуть сзади И при этом Великолепная ударная техника У Ахмеда Алиева Но готов всегда От защищаться От любого прохода И сам сконтрить В борьбе И бросить в том числе Бросковая часть Конечно у Ахмеда Великолепная Вы здесь правы Действительно У Ахмеда Алиева Тоже была база У Шусанда в том числе Да вот уже на выбор Кажется С вольной борьбой Да Магомед Амин Уже на выбор работает Максим Видно конечно Как вы сказали Прослеживается Разрыв в классе Разница Разница в классе Я бы сказал И то что Вот снова пропускает Правой через руку Если Сэд Хамзат Достоит Эти три раунда Я думаю Для него это уже будет Неплохим результатом Потому что В данной ситуации Тяжело Да Притом что дебютант Вроде бы Но этот парень Видимо У которого За плечами Невероятный любительский опыт У Шусанда Потрясающий опыт Я вам скажу Что Также нужно Вот смотрите Как еще С подсечкой Такой Полу-лоу-кик Полу-подсечка С правой ноги Да Уже Хромает Единственное Я дополню еще Славяк К вашим словам Сказанным Тот момент Что Все-таки Бой Сейчас опять Забирает в свою сторону Магомед Магомед Миятлиев Была Та история Вот был тот эпизод В концовке второго раунда Который меня потряс Вроде бы После избиения Поднялся на ноги Как раз Хамзат Ханукаев И Начал реваншировать Начал контрить И начал пытаться Попасть сам Низко было Попадание с его стороны Великолепных И Показав характер И дух Он Сейчас Просто по классу Действительно не видит Вот эти удары Точные Нанесенные с рук Особенно С стороны Магомеда Эмина Миятлиева Но единственное Я вам скажу Что если бы У Магомеда Эмина Помимо вот этой точности Техники великолепной Устойчивости Чувства баланса Чувства Дистанции Если бы еще добавить Нокутирующий удар Вы представляете Что бы было Потому что Точно их попадали С его стороны И в область Как раз подбородка И челюстью Они прилетали Эти удары Вы заметили Что практически Саид Хамзат Ханукаев Реагировал Как будто Он ничего и не пропустил Хотя по факту Был точно нанесенный удар Да Видимо Тоннажа удара Тоннажа удара нет Пока у этого парня А если у него Появится еще Потенциальный тоннаж Напомню Дорогие друзья Магомеду Эмину Миятлиеву Всего лишь 20 лет И Его-то сопернику Зато Ханукаеву 22 Но Я вам скажу Что Этот 20-летний парень Из Хасавюрта Если прибавить Тоннажа Будет просто Сокрушать Своих соперников В большей степени Да Но это Следовало ожидать Мы с вами Чуть-чуть так Предрекли Этот результат На Сланбек И мы С большим удовольствием Поздравляем С великолепной победой Магомеда Эмина Миятлиева Бойца Из клуба Файти и гигал Магомеда Эмина